Всем привет, с вами я Метеор, и сегодня я бы хотел рассказать и показать, что случилось у меня в абсолютной власти за месяц, которое я поснимал последнее видео. Значит, приступим с торговой площадки, начнём. История. Вообще, за всё время я продал очень много вещей, я только покупал Глоберут Атлас Войны, скин на Снайпера, ДМПА, короче, Абсолют Пистолет, скин на Медика, Сайгу и всё. А, вроде бы всё, да? Да, больше ничего не покупал. И много ксдитов я заработал, продавая перчатки, шлема, там, Сайгу, в основном на Сайгре я зарабатывал, потому что я его за тысячу продавал. И на эти деньги я крутил донат себе и выбил с пяти коробок Сиг Сауэр, с пяти коробок ДП, с пятнадцати Катану, с десяти Крейзи Хорс, скрутил две тысячи на печенек радиацию, но он мне не выпал. Ну, скрутил где-то около трёх тысяч, наверное, на новый Ливарвер, который я очень хотел, но он мне тоже не выпал. В инвентаре у меня теперь ничего нету, я всё продал, давно мне ничего не падало уже. Ну, по инвентарю так себе ничего такого нету, это всё за ПВП оперативников, хоть я вообще их даже ни разу не отправлял, но мне всё равно дали за участие, типа. Сейчас закрыт, нельзя ПВП оперативников запускаться. Ну, тут, короче, ничего такого, особенно всё на время, где-то золото валяется, которое мне уже не нужно, я набил, я им уже не пользуюсь, тем более ДП я выбил радиацию, золотое, как-то я золотым не могу почему-то играть. И вот у меня задание появилось, элитное, я заменил его вместо ботинок абсолют, и теперь выполняю элитное задание, которое, по моему мнению, самое нормальное такое, то, что я вообще встречал. Обычно, бывает, попадается, ну, допустим, три пушки, да, каких-то абсолютно, пять дней, и там элитные пушки, перчатки, там, всякая фигня на один день, там, вот такое, а здесь только элитные перчатки и VIP-ускоритель, и всё, а всё остальное абсолют, чтобы не выпало, всё равно буду, как бы, рад. Камуфляж тут тоже есть, и самое главное, это М14, Crazy Horse Absolute, через пять часов оно завершится. Ну, у меня, конечно, оперативников других нету, я самых обычных отправляю. И вот, выполнились три задания универсальных, посмотрим, что там. Ну, сюда я чисто одного отправляю, ну, что, если до ожидать, он один всего лишь, 100% тут с игрой Absolute пытаюсь выбить. А здесь Снайпер, и тоже ничего, здесь я пытаюсь выбить Crazy Horse Skin, абсолютно. И Медики, самое такое, и тоже ничего, вот это я каждый день почти вижу, то, что ничего и ничего, уже, наверное, две недели ничего они мне не приносили. По созданию АК-47 стало, конечно, всё намного лучше, падают кейсы получше, обычных меньше падает, но всё равно ресурсы как-то так же падают, не у нехти, так что я даже ещё прицел не скрафтил себе. У меня почти 501 уровня, почти 502 уровня тоже, 3 уровня 52, 4 уровня 40, 5 уровня ещё ничего не выпало. Что ещё? По штабу, ну, по штабу у меня ничего не изменилось, всё так же и осталось. Все те же оперативники, пытаюсь нанять АТОМ штурмовика, коплю сейчас боевые очки, как ни странно, я никуда их не потратил. По заданиям, по заданиям, что на сегодня у меня, на сегодня у меня не очень такие задания, которые мне не нужны. И вот я взял два задания. Это опять же хардкор, я пройти не могу, потому что тимы опять теперь у меня нету, меня никто не протащит, а с рандомом как-то, ну, не получается пройти. Или пытаюсь тиму собрать, и кто-то медиком хочет, кто инженером хочет, и в итоге все уходят, распадается тима и не запускаемся. То есть, либо я один раз ходил и слил в конце. Из-за того, что моя тима слилась, я один остался, и я уже просто вышел и слился. И вот ещё одно задание на АТАбсолют камуфляж. Это идиотское задание, которое я не люблю вообще такие сделать. Один раз я взял такое задание, в паре того, что мне выпала первая вещь навсегда, это был скин САС. САС я, ну, от радости его взял как-то машинально, и на то время он 500 кредитов вроде бы стоил, скин САС. Поэтому я взял и думал, чё, изи 500 кредитов, а оказалось то, что это очень муторно делать это всё. За один раз я запустился с более-менее такой тимой и сделал 255 врагов с пулемёта. Пулемёт был бы у меня антизомби какой-нибудь, тогда было бы мне легче. А я СМ-60Е4, вроде бы так называется, пулемёт, если я ничего не путаю. Я жду сейчас оперативников вот этих ПВП, я хочу хоть раз их отправить, ну, поотправлять несколько раз, может, какой-то топ попаду, да. На 15 дней донат получу. Я получил достижение за 50 левел. Да, кстати, я 53 левел лапнул. И за 10 игровых заданий по каждого класса на регионе Африка сделал. И всё, в принципе, такого ничего больше у меня и не было интересного за этот месяц. Вообще, как-то этот месяц не очень пошло. Как-то не падают ни вещи, ничего, просто постоянно проигрыш, проигрыш какой-то идёт. Как-то, вообще, не знаю, может, что-то подкрутили. Ну, хотя я в это вообще не верю, конечно, но просто уже сложится такое мнение, то, что как будто, правда, подкрутили. И да, извините за мой голос, я немного приболел, хотел вообще не делать видео, но решил сделать видосик, потому что уже, вроде бы, 3 недели канал пустует, я ничего не делаю. Ну, ну, и вроде бы всё. АК Альфа, мне интересно, кто-нибудь уже скрафтил, наверное. Потому что, вроде бы, на торговой площадке уже продаются эти тактические глушители с пламя-гасителями. Значит, уже кто-то сделал. Ну, по торговой площадке, конечно, тут ничего такого не появилось. Но вот цены, да, упали, очень сильно упали. Цены на скины, потому что их уже много. На перчатки, на ботинки тоже. Ну, на снаряжение Абсолют всё-таки я, когда собрал, ну, мне на день дали вот этот жилет. И как-то вообще бегать в этом Абсолютовской броне мне вообще не нравится как-то бегать. Я, вон, предпочитаю, если Медика одевать, то уже взять келларовые перчатки и элитный броник. Всё, мне этого хватает. Ну, шлем, да, Абсолют, я Медика таскаю, потому что, вроде бы, у меня ничего лучше нету на Медика. У меня нету Марма Шлема навечно. Поэтому я бегаю в Абсолютовском. Ну, на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. И хорошего доставания на этот день. Субтитры сделал DimaTorzok